На втором месте после них, как ни странно, являются холдеры Рипла. Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди. Сегодня я хочу рассказать вам о недавней криптовалютной драме, которая происходила на Бинансе, связанная сетью Матик. Я вообще не планировал такой ролик, но моя отвисшая челюсть со мной не согласилась и сказала «Ди, давай пили Ди ролик». И я пошёл. Поставь лайк, братишка. И мы начинаем. Давай наберём 1500 лайков. Спасибо. Это произошло где-то 25 часов назад. Матик показал всем, как надо делать. Минус практически 70% на протяжении часа. Главный вопрос, который задают изумлённые трейдеры, а что же случилось? Если мы посмотрим на картину более глобально, мы можем заметить, что Матик приближался к отметкам своего исторического пика, а затем стремительно упал почти до отметок исторических низов. Всего лишь за час. Падение на максимуме своём составило около 73%. Просто безумие. Именно это событие заставило многих людей заинтересоваться, что здесь вообще произошло. Знаете, мне такое, что напоминает. Видел я похожее поведение у ещё одной криптовалюты. И я почему-то так и не осветил тогда это событие. Наверное, потому что для меня оно было не столь важно. А зря. Много выводов и уроков могли бы вы сделать, если бы это увидели. И если кто-то делает какой-то проект, то никто вам не скажет, что он будет успешным или будет провальным. Я должен был этот момент прояснить, потому что монета, о которой далее пойдёт речь, достаточно популярна. И я не хочу вызвать гнев её фанатов. Но, блин, придётся. Я уже видел такую же ситуацию. Даже ещё хуже. И это V-Chain. Это случилось в конце июля 2018 года. Актив упал с 2,6 доллара до 0,006 доллара. Меньше одного цента. Потеря 99,74% стоимости. При этом почти вся эта потеря случилась за одну дневную свечу. Ужас, да и только. И до сих пор V-Chain не оклемался. Я знаю, это действительно популярная монета среди людей, но я должен был это показать. Потому что есть у меня такое ощущение, что много кто из вас, похоже, не видели этого графика до этого видео. Потому что если смотреть на других сервисах, то там этого не увидишь. Такие биржи, как Bittrex, Binance, Huobi. Такое ощущение, будто все эти биржи открестились от прошлого монеты, либо залистили её практически недавно. Даже такие сервисы, как CoinGecko и CoinMarketCap почему-то не указывают прошлые монеты. Даже не знаю, зачем они скрывают полную историю, но если вы хотите увидеть её, смотрите на CoinPapric. Здесь виден весь её путь, начиная от бычьего рынка 2017 года, когда монета выросла до исторического пика 9,5 долларов. А затем, всего лишь один день всё изменил. Посмотрите на эту свечу. Едва ли цент стоила после такого падения. Так что Матик, ребята, не рекордсмен. Давайте вернёмся к Матику и его драме. Вопрос. Что же должно было произойти, чтобы потерять столько стоимости за такой короткий период времени? И мы видим напряжённую ситуацию между генеральным директором Бинанса и командой Матика, Matic Foundation. Поэтому давайте попробуем найти больше информации о происходящем. Начнём с CZ Binance в Твиттере, который написал следующее. Наша команда всё ещё изучает данные, но уже ясно, что команда Матик не имеет к этому никакого отношения. Многие крупные трейдеры запаниковали и вызвали такое падение. Поэтому будут жёсткие требования к тому, насколько биржа должна вмешиваться в торговлю трейдеров. Это был его ответ Сэндипу из команды Матика, который написал. Только что проснулся из этого кошмара, происходящего из-за сигнала данного кем-то. Очень скоро станет ясно, что мы за этим не стоим, как некоторые пытаются вас уверить. Мы опубликуем подробный анализ и выйдем из этой ситуации ещё сильнее, чем когда-либо. Налицо манипуляция. Если что, этот человек – сооснователь Матика. В общем, он официально заявил, что команда Матика тут ни при чём, и директор Бинанса это подтвердил. Всё это было всего лишь спустя пару часов после этого мега обвала. Все включили заднюю, мол, ничего не знаем, на шахата с краю мы не виноваты. Давайте продолжим исследовать эту историю. И наши поиски приводят нас к этому твиту. Самуэль пишет «Просто покопался и обнаружил, что Матик Network Foundation на протяжении 50 дней пересылал полтора миллиарда Матиков, что около 15% всего предложения на Бинанс. Очевидно, для их дальнейшей ликвидации а-ля продажи». Однако в блоге самого Матика этот пост также не обошли стороной и дали свой комментарий. Вот здесь они его упомянули. По словам Матика, всё это неправда. Всё, что в этом твите написано, это просто попытка вызвать панику, стресс и так далее. Сам Самуэль извинился и поправился, что немного ошибся в подсчётах, и на самом деле на Бинанс было переведено только около 382 миллионов Матиков, что где-то 3% всего предложения. Но согласитесь, это тоже большая цифра. Особенно учитывая, что в итоге-то их всё-таки продали. «Мы уже объявили», пишет Матик в блоге, «что будет выпущено приблизительно 2,5% токенов от общего обращения. Как видите, все движения в кошельках совпадают с нашими объявлениями». Да, движения на кошельках и объявления выпуска токенов совпадают. Но факт продажи, как минимум 3% от предложения, всё-таки никак не совпадает с заявлениями. Мол, мы спали, ничего не знали, вы кто такие, мы вас не звали. Вот что происходит, когда моментально продаёшь 3%. Нормально ли это? Я не знаю. Я, наверное, не вправе судить произошедшее, ведь почти не знаком с Матиком как с проектом и как с командой. Но то, что мы почти достигли исторического пика и моментально ушли чуть ли не до самых нижних границ графика, это явно ненормально. Неужели здесь так мало ликвидности, что даже 3% предложения могут сделать такое? Ну, вообще-то это возможно при такой-то маленькой капитализации и низкой ликвидности. Я думаю, большим вопросом также является следующее. Почему мы видели такой странный забег вверх перед этим? Затем они продали 3% на вершине и курс сразу улетел в пропасть, резко и стремительно. Я могу вам уверенно сказать, с точки зрения технического анализа, это очень странный график. У нас здесь есть типичный пузырь, раздутый на синдроме упущенной выгоды. Затем нивелирование всего роста во время этого пузыря, когда цена вернулась обратно к низам. Далее консолидация. И вдруг внезапный и быстрый, совершенно необъяснимый взрыв цены и новый пузырь. Это даже не разворот. Это просто очень быстрое и неостановимое возвращение к историческим пикам. Обычно должны наблюдаться хотя бы какие-нибудь откаты или консолидации на уровнях Фибоначчи, но здесь такого просто нет. Здесь мы видим просто, фактически резкую стрелу вверх, затем продажа тех самых 3% и не менее резкую стрелу вниз. Пузыри Фома и падение Фат. Остается лишь ответить на еще пару главных вопросов, которые мне задают часто и много в личку в Телеграме. Особенно часто пишут холдеры биткоина. На втором месте после них, как ни странно, являются холдеры Рипла. Вопрос звучит так. А с нами так тоже может произойти? Похоже, это то, что вам снится в ночных кошмарах, не так ли? Вы боитесь, что это может произойти и с вами. Причем буквально за час или за минуту. Ты просто теряешь все. Поэтому тебе нужно быть очень осторожным в выборе того, что ты хочешь купить. Но я не могу тебе советовать, что купить. Только поделиться тем, что купил я, не призывая тебя покупать это. Думаю ли я, что что-то похожее может произойти с биткоином или XRP? Нет, я так не думаю. С биткоином такое может произойти в случае, если сам Сатоши Накамото войдет на рынок и сольет все свои биткоины. Причем одним единственным ордером на продажу. Но мне кажется, что такая масштабная распродажа, ведущая к 70% падению за пару часов, будет быстро выкуплена участниками биткоин рынка. Ведь биткоин это не матик. Что касается XRP. Я не думаю, что в случае с Ripple такое возможно. У нас есть большая компания Ripple, которая заинтересована, чтобы XRP чувствовал себя хорошо. Чтобы в XRP верили, чтобы компании доверяли. Они точно не хотят такого, потому что это просто испортит им репутацию. Репутацию XRP в частности. Да и самого Ripple тоже. Поэтому я убежден, что ни с биткоином, ни с XRP такого не будет. Кстати говоря, этот матик достаточно новый токен. Он появился в апреле 2019. Не слишком ли странно, как вовремя они вышли на рынок как раз на старте нового бычьего движения биткоина в 2019 году. Это совпадение очень странное. Идеально они зашли со своим новым проектом. Я мало чего знаю о Матиксе и мало чего знал о нем до сегодня. Единственное, что я видел весной этого года, какие-то посты на TradingView, в которых ребята возбужденно писали о могучих перспективах Матика. Мол, Матик это ракета. В общем, разводили там синдром упущенной выгоды вовсю. В любом случае, я не сильно обеспокоен этим падением Матика. Но пусть это будет уроком для вас. Когда вы находитесь в поисках этих монеток с маленькой рыночной капитализацией, это означает, что вы находитесь в поисках больших процентов прибыли. В этом заключается причина, почему вы все это делаете. В больших процентах, однако большие проценты, это всегда большие риски. Чем больше риск, тем выше награда. Поэтому никогда не забывайте, этот большой риск может так же сильно вас наказать, как и вознаградить. А меня зовут Богатейший Дип. Подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте и обязательно богатеете. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok